Поговорим немножко о Wildberries, о событиях, которые произошли на уходящей неделе. Мы не будем показывать кадры, приблизительно мы все знаем, что там произошло, но сегодня появились новости, которые немножко усугубляют то, что там случилось. Сегодня в столицу Ингушетии Магаз привезли тела погибших. Значит, несколько человек из охраны, Ингушетии по национальности, получили трое, если я не ошибаюсь, ранения, двое были убиты. Среди тех, кто пытался войти в это здание, были чеченцы. Там же была полиция, которая ничего не сделала. Ну что мы знаем? Мы знаем, что бизнес-центр, который называется Романов-Гор, произошла, значит, полгода, вот эта атака, перестрелка и так далее. К сожалению, есть погибшие среди наших братьев. И наши же братья участвовали в том, что произошло. Я имею в виду, потому что мы на Кавказе живем. На Кавказе, да. Что дальше? Ну, очень опасная ситуация. Как раз напряжется эскалация, потому что... Наверное, не дай бог, чтобы закончилось так, чтобы дальше не было травопролития. Всегда возникает вопрос. Кто-то же за этим стоял? И с одной, и с другой стороны, у кого был интерес? Конечно, каждый человек за себя тоже отвечает. Мы же не дурачки какие-то, да, которыми можно... Ну, иногда именно так и получается, что мы никак не участвуем. Заплатили деньги, ты пошел, сделал это. Заплатили еще деньги, ты еще что-то сделал. То есть мы, конечно, за себя отвечаем. Но кто-то же за этим, за всем стоял. Кому-то нужно было именно, чтобы такой расклад был во время этой операции. Да, да, кто-то подталкивал, и кто-то постарается вот это все использовать в том же направлении. Я очень надеюсь, что не поведутся люди. Но почву... Продолжение следует...